В Копейском суде состоялось очередное заседание по делу о смерти Роберта Этцеля. Заслушали показания друга подростка. Парень слышал, как Роберт звал на помощь. Видеосъемку этого резонансного дела запретили. Ходя судя по посещениям группы в социальной сети, больше двух тысяч человек интересуются судьбой подсудимого Плетнева и ходом судебного процесса. На этот раз в зале суда свою версию случившегося рассказал 20-летний друг погибшего Этцеля. По словам парня, они собрались у него отдохнуть. Выпили, покурили и Роберту стало плохо. В чувства его не перевел даже холодный душ. И тогда парень выбежал в подъезд. Ближе уже как поднялся на 10 этаж, слышал был звонок в дверь. Пытался его оттащить от двери, но повторяя фразу, мне нужно туда попасть. Состояние его показалось неадекватным и меня он тоже не узнал. Пока поднимался, услышал крики Роберта. Ну как больше на помощь дал. Слова уже не помню, какие говорил, помню, что громко кричал. Вроде планы то, что не надо. Я тут понимаю, бить его не надо. Родители Роберта Этцеля уверены. Подсудимый Плетнев избил парня, а потом выбросил из окна. Хотя по версии сыщиков, школьник сам выпрыгнул с балкона. На этом заседании свидетель заявил, что к приезду полиции тело Роберта изменило положение. И возможно поэтому эксперты могли неверно рассчитать траекторию падения парня. Пока в этой истории много остается загадкой. Фемида вынесет решение, когда будут допрошены все свидетели.